Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости в студии Ирина Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Смотрите в сегодняшней программе. Кому и зачем нужна реорганизация городской маршрутной сети? Станет ли она дешевле и доступнее? На эти и другие вопросы отвечало в рамках пресс-конференции руководство предприятия «Брестский общественный транспорт». Наши корреспонденты вникли в суть вопроса. О герое, шагнувшем в бессмертие, помнят ныне живущие. Со дня подвига первого героя Беларуси Владимира Карвата прошло 25 лет. Масштабные мероприятия его честь прошли в средней школе номер 8 города Бреста. Селяхи 2021. Многоплановая, многожанровая программа городского молодежного форума собрала 150 активных, креативных, задорных юношей и девушек в одном из самых живописных мест – турбазе Селяхи. Православные верующие отмечают память всенародно любимого и почитаемого во всем мире святителя Николая Чудотворца. Тысячи прихожан Свято-Николаевской Братской Церкви города Бреста в этот день, помимо престольного праздника, отметили и 115 лет со дня освящения храма. В эфире программа «Итоги недели». Мы начинаем. Плотная маршрутная сеть, дублирование рейсов, большие интервалы движения транспорта – все это говорит о том, что пришло время пересмотреть маршрутную сеть Бреста. Связано и обосновано, на взгляд специалистов, все это тем, что город активно прирастает новыми микрорайонами. Об этом шел разговор на этой неделе на предприятии «Брестский общественный транспорт». Анонсированные изменения вызвали интерес у Брещана. Потому мы решили найти ответы на такие вопросы, как реорганизация маршрутной сети города Бреста. Кому и зачем это нужно? Об этом прямо сейчас. Остановка проспект Машерова расположена в центральной части города. Здесь всегда есть люди. Кто-то спешит на работу, другие – домой. А для многих этот остановочный пункт промежуточный, используемый для пересадок. Вариантов множество. В принципе, я считаю, хватает. Только вот четверка как-то достаточно редко ходит. Но это объясняют тем, что якобы мало в том направлении ездит. А вообще, мне кажется, что удовлетворительно. Я вот сколько езжу, вот и в поликлинику, к врачу, я вот сейчас иду от врача. Нормально, добираться хорошо, недолго ждать. Хорошо четверка ходит. Если ехать по Пушинской, 32-й, 16-й. Все отлично. Меня все устраивает. Слава Богу, все хорошо. Совсем по-другому обстоят дела у тех, кто поменял свое место прописки на новые микрорайоны. Например, на остановке Заречной в расписании транспорта включен только один автобус – 12А. Ходит он с периодичностью в будние дни – полчаса, выходные – час. Мало, конечно. Особенно выходных дней. Это вообще невозможно никуда выехать. И такая ситуация не только здесь, не только в этом районе. Необходимость реорганизации маршрутной сети областного центра назрела давно. Это подтверждали данные научного исследования, которое проводилось в Бресте еще в 2011 году. Уже тогда результаты показали, что 67% транспорта перевозит всего лишь 50% пассажиров. А интервал движения среднего маршрута составляет 39 минут, что становится некомфортным и непривлекательным для людей. Они присаживаются на маршрутные такси. Общественный транспорт теряет своего пассажира. Проблему необходимо решить. Это выводы, повторюсь, которые были сделаны в 2011 году. Прошло 10 лет. Прошло тысячелетие. Город, по факту, прирос новыми микрорайонами. Микрорайоны очень значимые. Микрорайоны появились целые, условно, многосемейные кварталы, молодежные кварталы. А количество транспорта автобусов выросло со 100, с небольшим, до 117-118 автобусов, которые на сегодняшний день. Это говорит о том, что хотим мы или нет, нам придется принимать какие-то решения, которые позволят выжить предприятию в первую очередь и оптимизировать маршрутную сеть, привести ее в соответствие. Кроме того, в рамках тысячелетия город построил много знаковых объектов. Один из них – автовокзал. Внося изменения в маршрутную сеть областного центра, специалисты предприятия «Бреский общественный транспорт» пытаются сделать это место основным для пересадки пассажиров и центром сосредоточения транспорта. Но реорганизация маршрутной сети – дело непростое. Оно будет проходить в несколько этапов. Первый планируют завершить к 19 июня, изменить маршрут 12 и 40 автобусов. 40 маршрут на протяжении практически всего своего пробега дублирует 18 маршрут от газоаппарата до южного городка. 12 маршрут дублирует 9, начиная от улицы Сальникова, заканчивая парком 1 мая. Предложение – 40 маршрут закрыть, 12 маршрут видоизменить, направив его по улицам Орджоникидзе, бульвар Космонавтов, бульвар Шевченко, Махновича, Сальникова, Колесника, Бульковская, Рябиновая, Сябровская, Жукова, Защитников Отечества, Гордейская, Венника, Пронягин. За счет этих изменений можно будет связать автовокзал с центральным рынком, обеспечить связь вышепричисленных улиц, где достаточно большое количество населения с центром, а также уменьшить дублирование маршрутов и переполнение салонов автобусов в часы пик. Второй этап реорганизации маршрутной сети более сложный. Его планируют провести этим летом и коснется он следующих автобусов. Приостановим движение маршрутов номер 37, 37, 38, изменим маршрут номер 6. Это позволит произвести изменения и других маршрутов с увеличением количества рейсов на них. Увеличим количество рейсов на маршрутах номер 9, 15, 32. Также для компенсации, поскольку 37 маршрут приостанавливается, ухудшится обслуживание улицы Адамковской. У нас есть маршрут 44А с газоаппарата через брестских дивизий и так по Адамковской на брестское пиво. На него добавим. В настоящее время он называется 44А, фактически люди о нем и не знают. Возможно, его переименуем в 37-й просто для понимания людей, что 37-й речится как бы ассоциацией. На вопрос, почему эти изменения решили проводить сейчас, а именно в летний период, специалисты дают исчерпывающий ответ. С этим вопросом перевозчики обратились к заказчику и к нам, к горе с полком, и к нам, к горе с гортранс, это брестский общественный транспорт. В связи с тем, что на летний период заканчиваются учебные заведения, на летний период где-то изменяется режим работы многих предприятий. Поэтому такого количества транспорта не совсем нужно, и в связи с этим происходит эта оптимизация. Конечно, в связи с изменениями маршрутов в определенной части людей возникнут неудобства. Связанные с тем, что раньше я выходил на работу, ехал прямым маршрутом, сейчас мне необходимо как-то осуществлять пересадки. Тут нужно пояснить, что большинство людей все-таки едут не из одного конца города в другой, а до центра или где-то там на промежуточные остановки. Средняя дальность съездки у нас в районе 4 километров. Для того, чтобы немножко компенсировать людям возможные финансовые потери из-за осуществления пересадок, мы предлагаем большой выбор электронных видов проездных документов. Такие как на сутки, на трое, на пять, на десять дней, месячные проездные, месячные проездные рабочего дня. Тут каждый человек уже может подсчитать, какой билет ему выгоднее использовать. Кроме того, для оптимизации маршрутной сети областного центра и для удобства работающих на предприятиях Брещан специалисты Брест-ГорТранс решили провести серьезный анализ. Они разослали анкеты на 246 предприятий Бреста, включая учреждения здравоохранения, чтобы понять, в какие районы нужно добавить или убрать транспорт, где необходимо скорректировать расписание, маршруты, а также многое другое. На сегодняшний день на все предприятия города разусланы анкеты об анкетировании, в которых предприятия указывают свое месторасположение и место жительства сотрудников. Согласно карте схеме нами разработаны по секторам и областям, которые вы видите на экране. Соответственно, в анкету также вносятся предложения по оптимизации маршрутной сети. Для примера, уже те предприятия, которые нам направили обратную связь, мы видим, что где-то надо немножко подкорректировать расписание автобуса, троллейбуса под последние вечерние смены, где-то люди не успевают. Это все сейчас находится в рамках обработки. Мы это сводим в единую большую базу, после чего нами будут нанесены на карты, так скажем, графические схемы укропненных, перегруженных секторов и областей остановочных пунктов, где может быть переизбыток транспорта или недостаток транспорта. Исходя из этих данных, специалисты смогут сформировать решение, которое вынесут на городскую комиссию, после чего в случае одобрения будут приняты и внесены существенные изменения в маршрутную сеть областного центра. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим о важном, об актуальном, говорим о том, что касается каждого. В жизни всегда есть место подвигу. Скажите банальная фраза «Увы, нет». Андрей Нечипорчик и Никита Куканенко, летчики Лицкой штурмовой авиабазы, совершая учебно-тренировочный полет на самолете Як-130, погибли, уводя неисправную машину от жилых застроек города Барановичи. От момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть более минуты. Они погибли, спасая жизни других людей. О мужественном поступке погибших молодых летчиков жители Барановичей будут помнить так же, как помнят и всегда благодарны Владимиру Карвату жители арабовщины. Имя первого героя Белоруссии, Владимира Карвата, для Бреста давно стало знаковым. В городе над Бугом он родился и окончил школу. Отсюда уехал поступать в военное училище, чтобы осуществить свою заветную мечту – стать летчиком. Погиб при выполнении учебно-тренировочного полета, отведя падающий самолет от населенного пункта. Это произошло 23 мая 1996 года. Это было 25 лет назад. О героях, шагнувшем в бессмертие, помнят ныне живущие. С начала этой недели начались мероприятия, посвященные памяти одного из самых достойных граждан нашей страны – Владимира Карвата. В средней школе номер 8, которая носит звание первого героя суверенной Беларуси, проходили культурно-спортивные мероприятия. Учащиеся и педагогический коллектив помнят и чтят героический подвиг выпускника школы, а также рассказывают о герое, шагнувшем в бессмертие другим. Узнать больше о подвиге земляка и о нем самом в школу на экскурсию «Последний полет» пришли члены Брестской областной организации Белорусского общества глухих. Каждая школа, как и каждая семья, имеет свою историю, свои традиции и память. Школьная семья, наша школьная семья, в своей памяти хранит имя выпускника 1976 года Владимира Николаевича Карвата. Его имя золотыми буквами вписано в историю не только нашей школы, но и в летопись города Бреста, Брещины, Республики Беларусь. Потому что именно ему 25 лет назад было суждено совершить полет бессмертия. Прошло уже 25 лет с того трагичного дня, но память о подвиге героя живет и сохраняется в средней школе номер 8. Учащиеся знают о Владимире Карвате многое и делятся этим с другими, проводя экскурсии. Для меня, как выпускника этой школы, Карват является прообразом всего правильного. Он был обычным парнем, он был выпускником нашей школы, у него была поставлена цель. И он к ней шел до конца. И он был тем человеком, который принял правильное решение и прислушивался зову своего сердца. Кроме того, на базе средней школы номер 8 проходила ученическая конференция героя нашего времени, посвященная 25-летию подвига героя Беларуси Владимира Карвата. Ребята готовили исследовательские проекты не только о нем, но и о других белорусах, удостоенных самого высокого звания в нашей стране. А это еще 10 человек. Я участвовала в конференции, посвященной героям Беларуси. Для меня это большая возможность и честь для того, чтобы познакомить ребят, которые не знакомы с этими героями, показать им, что мы должны быть продолжением, которые должны отличаться дисциплинированностью, поведением, хорошими оценками. Потому что Владимир Николаевич Карват оставил печать на нашей школе. Мы ни в коем случае не должны осквернить его подвиг и его звание. Я с этой школы учился с 5 класса. Когда я шел сюда, я еще не знал, кто такой Владимир Николаевич Карват, какой подвиг он совершил. Но после того, как я пришел сюда, сразу же провели экскурсию в музей. И с этого момента я узнал об этом человеке, какой он подвиг совершил. Он спас жизни многим людям, ценой собственной. Я считаю, этот подвиг способен совершить не каждый, лишь патриот и человек, который любит свою родину, любит людей, живущих в этой стране. И я очень рад, что учусь, являясь учащимся данной школой. И я очень рад, что мне предоставляют возможность представлять ее на однообразных мероприятиях. И пока старшеклассники защищали свои исследовательские работы, ученики младших классов принимали участие в турнире по мини-футболу в памяти Владимира Николаевича Карвата. За победу боролись ребята 5-7 классов средней школы номер 8 и деревни Знаменка. Гостями нашего турнира в этом году стали учащиеся средней школы деревни Знаменка. Почему выбор выпал именно на этих детей, почему именно их мы пригласили. Объяснение достаточно просто, оно лежит на поверхности. Пионерская дружина учащихся этой школы носит имя Владимира Николаевича Карвата. Пионерская дружина нашей школы также носит имя Владимира Николаевича Карвата. Поэтому этот турнир, он очень символичен, потому что встретились пионерские дружины двух школ деревни Знаменка и средней школы номер 8 города Бреста. Почтить память первого героя Белоруссии и возложить цветы к памятнику Владимира Карвата сегодня пришли учащиеся педагогические коллективы средней школы номер 8 и деревни Знаменка, а также супруга и дочь героя. Каждый присутствующий мысленно выразил благодарность погибшему летчику, который ценой собственной жизни спас жизни других людей. Память об этом подвиге навсегда останется внутри каждого из нас. Продолжаем выпуск. 20 мая всемировое метрологическое сообщество отмечало Всемирный день метрологии. Этот профессиональный праздник уходит корнями в 1875 год. Ведь именно тогда было образовано Международное бюро мер и весов. Создана структура для глобального сотрудничества в области метрологии как науки и в области прикладной метрологии, применяемой в промышленности, торговле и сфере социального обслуживания. Этот праздник является признанием результатов деятельности специалистов, метрологов. Между прочим, от их работы напрямую зависит качество жизни абсолютно каждого человека. Возможно, не все знают, чем же именно занимаются эти люди и что это за наука такая метрология. На все эти вопросы ответит в своем репортаже Алена Миневич. Метрология во всем, что окружает человека. Здравоохранение, проблемы экологии, развитие и внедрение новейших технологий, обороноспособность государства, энергетика, торговля, промышленность, безопасность движения транспортных средств и многие другие сферы жизнедеятельности, которые не смогли бы верно функционировать без точности, единства и достоверности измерений, а определяют пригодность того или иного средства измерения к дальнейшему использованию человеком именно метрологи. Это люди с техническим складом ума, математики, люди щепетильные, в точности показаний. Именно без них уровень нашей жизни не был бы так высок. Все мы связаны с метрологией. Как только человек родился, мы его взвешиваем на весах, мы измеряем его рост. После этого мы попадаем в свои квартиры, где у нас есть газовые счетчики, электрощетчики, водощетчики. Их показания для нас очень важны. После этого мы все с вами едем на работу, мы едем на общественном транспорте. Поэтому показания спидометра нам важны. Если мы едем на такси, нам важно показания таксометра. Если мы приехали заправить свои автомобили, значит нам важны показания топливораздаточных колонок. Если мы, не дай бог, с вами, нам пришлось обратиться за помощью в медицинские учреждения, нам важны показания тонометров, пульсоксиметров, нам важны показания электрокардиографов, кардиомониторов. Брестскому центру стандартизации, метрологии и сертификации в этом году исполняется 82 года. Он имеет три корпуса, представляет собой многофункциональный комплекс. Во втором корпусе работает 60 специалистов-метрологов, и состоит он из трех отделов. Отдел электрорадиотехнических величин, физико-химических и геометрических величин. Отдел измерения механических величин и отдел измерения теплотехнических величин. В нем проводится поверка большой номенклатуры средств измерений. Например, термометры. Они нужны везде, в медицинских учреждениях, в домах людей, на различных производствах. А существует их огромное множество. Мы можем поверять термометры в диапазоне от минус 80 до 1200 градусов Цельсия. В этой конкретной лаборатории мы поверяем термометры от минус 80 до 300 градусов Цельсия. Термометры по своему принципу подразделяются на контактные и бесконтактные. Контактные – это термометры стеклянные, термометры монометрические, биметаллические, электронные. Бесконтактные – это термометры инфракрасные. Мы поверяем средства измерений, которые внесены в Государственный реестр Республики Беларусь. В основном к нам обращаются юридические лица. Но если частные какие-то лица могут обращаться, мы тоже им не отказываем. То есть возникают проблемы, вопросы с показаниями термометра, мы можем взять эти приборы на поверху. Поверка и калибровка измерений теплотехнических величин проводятся и в области измерения давления вакуума. Калибраторы и преобразователи давления, тягонопаромеры, манометры всех видов. Наиболее массовым и простым прибором измерения давления является манометр. И предприятия предоставляют ежегодно манометры на поверку для того, чтобы быть уверенными в их показаниях. Мы, выполняя поверку данных манометров, подтверждаем их соответствие требования методики поверки и отдаем заказчику с оформлением результатов поверки. Наша основная задача удовлетворить запросы экономики, быта людей, для того, чтобы все выполняли измерения правильно, было доверие к результатам измерений. В 2021 году девиз Всемирного дня метрологии – измерение для здоровья. Ведь в период борьбы с чумой 21 века коронавирусом важность роли измерений в поддержании здоровья, как никогда, очень высока. Поверка средств измерений медицинского оборудования – наиболее важный момент для всего здравоохранения. Ведь без исправно работающей техники спасать жизни людей было бы невозможно. Наш сектор занимается в основном поверкой медицинской техники. Это сейчас наиболее актуальные моменты. Обычно производится поверка средств измерений на выходе в реанимациях. Поверяются все средства измерений, которые позволяют контролировать параметры жизнедеятельности человека. Электрокардиографы, мониторы пациента, реографы, тонометры, пульсоксиметры – наиболее актуальный сейчас вопрос стал. Строительство домов, дорог, проектирование городов, торговля, промышленность, медицина – и там, и тут важны точные измерения. Например, в секторе измерений геометрических величин выполняются работы по аттестации испытательного оборудования в строительстве и пищевой промышленности. Например, сито-лабораторные. Проводится также поверка и калибровка средств измерений, применяемых в строительстве. Например, Это нивелиры, т-долиты, рейки нивелирные, рейки дорожные, уровни строительные. В машиностроении мы выполняем работы по поверке мер длины концевых плоскопараллельных, мер плоского угла, различного инструмента. Это, к примеру, микрометры, штангенциркули, линейки, угломеры, нутромеры, индикаторные повышенные точности. В торговле и промышленности это линейки, рулетки, метры деревянные. Ну и также в медицине. Для медицины мы выполняем работы по поверке наборов пробных очковых линз, линейок скископических, периметров настольных. Значение метрологии огромное и всеобъемлющее, ведь точность измерений важна для любой области деятельности человека. И цель Всемирного дня метрологии – вновь и вновь привлекать внимание к тем проблемам и задачам, которые она призвана решать. А главное – в очередной раз поблагодарить профессионалов этого дела за точность и выверенность во всех сферах нашей жизни. Молодые люди Бреста креативят. Двудневный городской молодежный форум «Селихи-2021» в очередной раз для своих активистов организовал Белорусский Республиканский Союз Молодежи при поддержке областного и городского исполнительных комитетов. Порядка 150 участников из различных учреждений образования приехали в одно из красивейших мест в Брестском районе – турбазу возле озера Селихи, чтобы совместить полезное времяпрепровождение с активным отдыхом на природе. Какие вопросы обсуждались на диалоговой площадке с представителями администрации города и области и как протекала жизнь в палаточных городках выездного форума, расскажет Людмила Логодич. Жизнь в палаточных городках, потрескивающий огонь в разведенном костре, походная еда и песни под гитару. Скажите, кто не мечтал бы оказаться на месте этих ребят, выехать за город, подышать свежим воздухом, поиграть в подвижные игры и просто пообщаться? Белорусский Республиканский Союз Молодежи предоставляет своим активистам такую возможность уже не в первый раз, а школьники и студенты с удовольствием приезжают на городской молодежный форум. Более 150 человек сегодня принимают участие. Это и школы, это и специальные учебные заведения, это и университеты города Бреста. Сегодня у нас насыщенная программа. Сегодня сейчас у нас в данный момент проходит открытие, после чего будет открытый диалог с участниками соревнований. Завтрашний день у нас полностью в спортивных соревнованиях. Это и волейбол, это и дартс, это и спортивное ориентирование. То есть много насыщенная программа. Ну и завершаем мы в воскресенье, также будут у нас спортивные соревнования, ну и, соответственно, закрытие, где будем награждать лучших среди специальных и учебных заведений общего образования, а также университетов города Бреста. Среди участников – молодежные отряды охраны правопорядка «Рух» и «Алмаз», команды пяти школ, двух колледжей и университетов Бреста. В программу форума вошло множество мероприятий – от торжественного открытия и культурно-развлекательной программы до дискуссий на самые серьезные темы. Здесь каждый мог найти занятие по душе и круг общения по интересам. Мы в БРСМ живем очень насыщенной жизнью. У нас есть как спортивные мероприятия, так конкурсы. Мы выезжаем за город, например, как сейчас. И вот сегодня у нас будет проходить как открытый диалог. Также у нас проходят всякие тимбилдинги, и я считаю, что вот такие выезды – это самый эффективный способ собрать молодежь. Серьезным этапом форума стала диалоговая площадка с участием представителей городских и областных органов власти. Молодежи представилась хорошая возможность открыто обсудить волнующие темы, вступительную кампанию, проблемы с трудоустройством и самозанятостью молодых специалистов, подработку во время каникул, вопросы молодежной политики и многое другое. В рамках туристического слета, который проходит здесь, на этой замечательной территории, у нас прошел открытый диалог, где мы с участниками туристического слета могли пообщаться, ответить на их вопросы, где-то рассказать о своей собственной работе, о том, что мы делаем, как помогаем молодежи раскрыться, реализовать себя с самой лучшей стороны. Вопросов было на самом деле очень много. Молодежь интересуется теми мероприятиями, которые мы проводим. Так как в прошлом году пандемия, к сожалению, многие мероприятия не позволила провести, то в этом году мы наверстываем упущенные. У молодежи действительно есть запросы на то, чтобы участвовать как можно больше, как можно чаще. В том числе и об этом были вопросы на диалоге. Сегодня очень хорошая погода и все, в принципе, располагает для того, чтобы данный молодежный форум «Селихи-2021» состоялся на высоком уровне. Сегодняшний день – это заезд, ребята расположились, мы провели открытие, поговорили. И дальнейше планируется, безусловно, это и дискотека, ребята еще больше познакомятся, а уже завтра начнутся такие мероприятия соревновательного характера. Время пролетело незаметно, и городской молодежный форум оставит в истории БРСМ и в памяти каждого незабываемые моменты. Прекрасная экологическая турбаза «Селихи» вот-вот откроет летний сезон 2021, а участники форума с нетерпением будут ждать новых мероприятий. Известное выражение о том, что трус не играет в хоккей, применимо и к гандболу. Здесь нет места страху и нерешительности, даже если играют девушки. И не даже, а особенно, когда играют девушки. Накануне на базе спортивного комплекса «Виктория» состоялась непредсказуемая спортивная дуэль между командой «Бересте» и «Бенту БелАЗ». Последняя является самым титулованным кубковым бойцом в истории белорусского женского гандбола. Эта столичная команда 16 раз побеждала в кубковых финалах. Париматч Кубок Беларуси сезона 2020-2021 начался в Бресте еще в декабре прошлого года, когда турнир трех команд открыл старт розыгрыша трофея. Тогда в стенах «Виктории» брещанки обыграли команду «Березину» из Бобруйска и «Звезду» из Минска. Мы побывали на игре, где встретились команды «Бересте» и «Бенту БелАЗ». Остаться равнодушными было невозможно. Спортивный комплекс «Виктория» – финал четырех Кубка Беларуси. На площадке сильнейшие женские команды по гандболу – наша брестская «Бересте» и столичная «Бенту БелАЗ». Накал спортивных эмоций чувствуется даже на разминке. Прогнозов игры никто не делает. Обе команды могут претендовать на победу. В финал четырех Кубка Беларуси собраны четыре лучших команды. Я считаю, на сегодняшний день это Гродно, это мы «Бересте», которые заняли в чемпионате третье место. Серебряные призеры – команда «Гомеля» и чемпионы уже на сегодняшний день Беларуси. Это команда «Бенту БелАЗ-Город Минск». Мы в этом году, я считаю, сделали хороший шаг. Скажем, кубок в Бресте – это хорошо, потому что мы по ходу чемпионата обыгрывали и «Бенту», и «Гомель». Ну, посмотрим, как мы пришли, в какой форме к концу чемпионата. Все знают, что «Бересте» такая команда кусячая, что она может преподнести сюрприз. Ну, мы надеемся на это, что мы сможем сегодня свои лучшие качества реализовать и не дать противнику сыграть то, что он хотел бы. «Бересте» шесть раз выходило в финал четырех. Текущий финал будет седьмым в истории клуба. Легендарные победы «Брещанок» над «Бенту» и «Гомелем» состоялись еще в октябре 2020 года. Сейчас предстояло сыграть самым титулованным кубковым бойцом в истории белорусского женского гандбола – команда «Бенту БелАЗ». Но несмотря на сильного соперника, наши гандболистки идут на игру с одной целью. Это очень волнительно, настраиваемся на игру серьезно, будем делать все, что в наших силах. Как говорится, ложиться костями будем, но чтобы постараться завоевать победу сегодня. Мы серьезно подготавливались, разбирали команду, посмотрим, что будет сегодня на площадке. Мы будем играть против такого титулованного соперника, как «Бенту БелАЗ», который уже не раз завоевывал этот титул. Настрой нашей команды боевой, так как хочется сломать эти стереотипы о том, что эта команда непобедима. Будем стараться, будем работать. Первый тайм. Сказать, что он проходил оживленно – не сказать ничего. Наши девчонки-борещанки ведут агрессивную борьбу. Действительно, победить команду «Бенту БелАЗ» – это разрушить стереотип о непобедимости соперника. Уже на первой минуте счет 1-1. Девушки выкладываются по максимуму, не жалея сил и себя. К середине первого тайма ничья. Счет сравнялся 8-8. Но на 23-й минуте перевес «Бенту БелАЗа» на 5 мячей. Рывок наших девчонок и сокращение отставания до минимума. Накал спортивных страстей во второй половине матча брещанки вышли вперед. Победа будет наша! За две минуты до завершения основного времени эмоции и переживания болельщиков накалились до предела. На последних секундах отделяющих игроков от сирены, которые оповещают о завершении матча, счет 30-30. Ничья. Овертайм. Первый тайм – ничья. Второй – брещанки получают два мяча форы. И опять атака «Бенту БелАЗ». Но удача не на их стороне. Берести одерживает долгожданную победу. Эмоции болельщиков и игроков непередаваемы. Победа была долгожданная. Мы очень хотели выиграть. Ой, у нас это получилось! Слезы радости, аплодисменты болельщиков и торжественное награждение – это благодарность за достойный матч и не менее достойную победу. Бронзовым призером 29-го чемпионата Республики Беларусь среди женских команд стал гандбольный клуб «Берести». Первое, что хотелось бы сегодня – поздравить команду с третьим местом в чемпионате Беларуси. Девочки молодцы, девочки показали свой профессионализм. Огромное спасибо, хотелось бы сказать, тренерскому составу, массажистам, которые проделали огромную работу для того, чтобы были такие яркие победы. Что же касается сегодняшнего Кубка Беларуси, наша команда проявила на самом деле характер. Мы все видели, как они бились. Даже проигрывая минус пять, они смогли собраться и провести достойный матч. Впервые в истории клуба команда «Берести» вышла в финал четырех Кубка Беларуси. Сегодня они будут бороться за этот трофей с командой «Гомель», а мы продолжаем болеть за наших девчонок за «Берести». Сегодня, 22 мая, православные верующие отмечают память всенародно любимого и почитаемого во всем мире святителя Николая Чудотворца. А в Свято-Николаевской Братской Церкви города Бреста в этот день, помимо престольного праздника, отмечали еще 115 лет со дня освящения храма. Помолиться в этот день в храм пришли тысячи прихожан. А торжественную литургию и крестный ход возглавил архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. Сюжет с места событий подготовила Людмила Логодич. 22 мая 1903 года в Бресте на месте небольшой временной церкви в честь святителя Николая был заложен новый каменный храм. Часть денег на строительство выделил священный сенот. Остальную собрали прихожане, братства, благотворители и моряки, выходцы из Брещины. Пройдя через пожар, немецкую оккупацию, закрытие в годы советской власти, Свято-Николаевская Братская Церковь была и остается местом притяжения десятков тысяч верующих, которые находят здесь молитву и утешение под покровительством святителя Николая. Этот храм для нас как родной дом. Мы уже здесь 20 лет. И мы приходим сюда как домой. Поэтому он для нас очень много значит. Для всех наших сестер сегодняшний праздник – это особый праздник. И наше сестричество в честь святителя Николая, и число мне в анкологии в честь святителя Николая. И сегодняшнее 115-летие этого храма для нас, ну просто не передать словами. Это настолько торжественно, настолько важно для нас, что все сестры счастливы собраться в это наше непростое время все вместе. Сегодня нашему храму 115 лет. В этом храме мы с самого детства поем на хоре, ходим в воскресную школу, также ходим каждое воскресенье на службы по большим праздникам. Нам очень нравится, это сплочает наш коллектив. И всех хотим от лица молодежи поздравить с этим прекрасным праздником – Днем святителя Николая. Сегодня стены храма не смогли вместить все желающих. Более тысячи людей молились внутри и на улице. И так происходит каждый год в день перенесения мощей самого любимого в народе – скорого помощника, святителя и чудотворца Николая. Благодаря Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всеми плавами. Благодаря Богу! Сегодня мы празднуем тройной праздник. Первое – это, конечно же, светлое Христово воскресенье, которое празднуем все 40 дней до вознесения. А также празднуем память святителя Николая Чудотворца, небесного покровителя нашего храма. Святителя Николая Чудотворца, который когда-то благословил это место, благословил этот храм. Храму ныне 115 лет – это такой тоже юбилей нашего храма, третий такой праздник. И, конечно же, хочется пожелать всем нашим прихожанам, всем дорогим нашим телезрителям, самое главное, чтобы Господь укреплял всех по молитвам святителя Николая Чудотворца, чтобы мы духовно возрастали, чтобы мы становились нравственно крепче. После торжественной литургии архиепискобретский Кобринский и Иоанн вместе со священствами и прихожанами под пение церковного хора прошли вокруг храма крестным ходом. Затем владыка поздравил священнослужителей и прихожан, а также за многолетний усердный труд наградил орденом святителя Кирилла Туровского одного из старейших прихожан и старосту храма Ивана Лукича-Шуйского. В моей памяти этот храм был, закрывался. В 61-м году начали, в 62-м году кончили. И он был закрыт до 79-го года. Чтобы открыть, мы как прихожане, мы очень много потратили сил и старались разными путями, через городсполком, через забысполком. И даже писали Брежнева, поздравляли с днем рождения, чтобы он поспособствовал нам открыть его. Этого никто не знает. В первую очередь хочу поблагодарить милость Господню и Николая Чудотворца, который руководил мною, уразумлял, укреплял и давал мне мысли и мудрость для руководства восстановления этого храма. И людей, которые присутствовали и с инициативой старались помочь в реставрации храма. Я поздравляю всех священнослужителей, прихожан и паломников сегодняшнего праздника с престольным праздником этого храма, а также 115-летием сотня его освящения. Святителю Отче Николаю, помогай нам в нашей жизни, благословляй нас на несении жизненного креста, на любовь друг к другу, на любовь к нашему Отечеству. Сохрани нас, наших детей, внуков, наши семьи, наше Отечество от зла и греха. Прозумляй, наставляй и молись за нас, Святителю Отче Николаю. Аминь. Христос воскресе! Молись на воскресе! Людмила Логодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич специально для программы «Итоги недели». Поздравляем со светлым праздником Святого Николая Чудотворца всех Брещан. Желаем вам и вашим семьям обрести в его лице надежного заступника и помощника. Пусть он оберегает вас от бед и напастей. Будьте всегда успешны, благополучны и здоровы. А еще верьте в чудо, и оно обязательно произойдет. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютубе. Мы встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин